Приветствую! Сегодня мы поговорим о вопросе, который стал особенно актуальным за последнюю неделю. А может ли представитель ТЦК и СП заходить в квартиру, в дом, да и в принципе на любую частную территорию? Актуальность этого вопроса возникла не на пустом месте, а благодаря прекрасному поведению представителей ТЦК, где он зашел не просто в дом, да, человек зашел в дом и рассказывал хозяину дома, что он еще и ногу ему сломает. Все это он прекрасно обосновывал тем, что в стране введено военное положение и, мол, он, поскольку он в военной форме, может в связи с этим делать все, что угодно. Но так ли это на самом деле? Давайте обратимся к действующему законодательству и посмотрим, а наделены ли правом представители ТЦК и СП заходить к нам в жилье. Ну а перед тем, как перейти непосредственно к рассмотрению данного вопроса, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, в котором гораздо больше полезной информации и появляется она более оперативно, чем на ютуб-канале. Ссылочка на него есть в описании к данному ролику. Ну а теперь непосредственно перейдем к изучению законодательства по нашему вопросу. И начнем мы, естественно, с Конституции Украины. Ну а в Конституции Украины есть 30-я статья, которая, во-первых, каждому гарантирует неприкосновенность жилья, при этом устанавливает правила, согласно которому не допускается проникнение до житла или до другого володения особи, проведение в них огляду или обшуху, иначе как за мотивованим решением суду. А далее тут, конечно, есть, известно, таки, выключение с правил, и означено, что у невыдкладных випадках, повязанных с врятанием життя людей и майна, или с беспосредним переследованием, особых, которые подозриваются в совершении преступления, может быть, другой, установленный законом порядок проникнения до житла, или до другого володения особи, проведение в них огляду и обшуху. Как мы видим, Конституция Украины устанавливает нам, собственно говоря, главные правила в контексте неприкосновенности жилья. Проникнуть в жилье можно только по мотивированному решению суда, либо же для спасения жизни людей, имущества, или преследования лиц, которые совершают преступления. Вот в этих случаях можно уже без решения суда. К слову, если говорить, когда можно без решения суда, и кто может попасть? Вот, как пример, есть закон у нас про житлово-коммунальные послуги. И там статья 29, вот если мы посмотрим, она называется «Порядок доступу до житла іншого объекта нерухомого майна споживача». И вот в этом законе указано, что у невидкладных випадках, повязанных с необходимостью рятувания життя и здоровья людей, та чи майна в установленном цією статтею порядку может быть здействием доступа до житла іншого объекта нерухомого майна без отримания згоди его власника, користувача. Несанкционированный доступ для проведения огляду ликвидации об обедвернении аварии. Ну, вот как пример, да, кто и когда может проникнуть в наше жилье без нашего на то согласия. Ну, а теперь, конечно же, перейдем к закону о правовом режиме военного положения и посмотрим, а что там сказано. А в этом законе сказано следующее. Есть в 8-й статте, в частности ее 1-й, пункт 7-й, где зазначено, что могут переверять в порядке визначенном Кабинете Министров Украины документы у осіб, а в разе потреби проводить огляд речей, транспортных засобей, багажута, вантажив, службовых примещений и житла громадян за вынятком обмежений, встановленных Конституцией. Вот, бачите, тут есть и житла громадян. То есть, можно проводить осмотр помещений, да? Конечно же, есть у меня здесь сразу вопрос. Вы, безусловно, вот кто внимательно смотрел, тот увидел, увидел здесь, что какое главное слово, что порядок проникнення до житла, вот видим, порядок проникнення до житла, він встановленный законом повинен бути. Він повинен бути встановленный законом. Когда мы говорим о законе, о правовом режиме военного положения, здесь порядка проникновения нет. Нет, здесь устанавливается орган, определяется орган, который будет устанавливать этот порядок. Что немножечко, на мой взгляд, все-таки не соответствует духу Конституции Украины, которая говорит, что порядок должен быть установлен именно законом. Но, как мы знаем, что есть вот эта знаменитая фраза о том, что Конституция на паузе, поэтому... Конституция на паузе. Поэтому, что мы с вами сейчас будем смотреть? Правильно! Постановление Кабинета Министров Украины, которые потихонечку начинают заменять все. И вот в постанове Кабмина, это постанова 1456, она нам уже известно, когда-то мы говорили о ней в контексте проверки документов. А сейчас поговорим о том, когда и кто может проникать в житло, и вот смотрят, огляд житла, чиншего владения громадян, службового примещения проводится уповноваженою особой соответственно до вимог законодавства. А кто такая вот эта уповноважена особа? Вспоминаем, когда мы говорили о документах, о проверке документов, да? Уполномоченным лицом является то лицо, которого на проверку документов уполномочил кто? Правильно! Комендант! Соответственно, должен быть приказ коменданта, которым уполномочили этого человека в данном случае проводить осмотр жилья. И вот мы видим теперь, что если есть такой человек, который уполномочен комендантом, то он действительно может проникнуть в жилье. Ну, согласно тех предписаний, которые есть в статье, в постанове 1456. И вот мы видим. Уповноважена особа может проникнуть до житла, чи іншего владения особи без вмотивованного решения суду, лише у невидкладных випадках, повязаних із. И вот первое. Рятувание життя людей та цинного майна під час надзвичайных ситуаций. Не спрашивайте, что это за цинное майно, да? И какое майно цинное, какое не цинное. Второе основание для проникновения в жилье. Второе. Безпосреднє переслідування осіб, підозрюваних у вчиненненні кримінального правопорушення. И третье основание. Припинення злочину, що загрожує життю осіб, які перебувають в житлі або в іншому владінні особи. І так ми видим, що здесь, навіть якщо по постанові вже забыли про закон, забыли про конституцію, да? Ну вот дожились, представим себе, що ми живем тільки по постановам. Так вот в постанові є три основання для проникновення в жилье уполномоченным лицам. Це спасення жизни человека, спасення імущества, преследування человека, який совершив кримінальне правонарушення і прекращення преступлення, яке угрожає тем лицам, які знаходяться в этом жилье. Ну, условно, там, услышали, увидели, що кого-то убивають, можем зайти з цією целью. А далі, смотрите, що написано, да, що проникнення уповноваженої особи до житла чи до іншого володіння особи не може обмежувати її права користуватися власним житлом. А далі, про застосування зазначеного заходу уповноважена особа доповідає та або інформує відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України. Т.е. ти не просто должен зайти, но потом ще і уведомити, пройти определенні процедури. Але що ж, главний вопрос, а где ж, где ж, покажи нам, де написано, що представитель ТЦК може заходити, або не може заходити в житло для того, щоб дати нам повістку. А, собственно говоря, все, а показати мене нечого. А почему нечого показати? Да потому, що якщо ми відкримо закон про ВО і ВС, закон про мобилизацию, відкримо положення про ТЦК і СП, ми нигде там не знайдем полномочия входити в квартиру, в дом, в принципі на частну територію. ТЦК і СП не мають таких полномочий. Ну, вот просто їх нет нигде. І, конечно, то, що происходит, то, що ми виділи на видео, то це вопиющі нарушення дійстощого законодательства. Це не просто вопиющі нарушення, це уголовне преступлення, предусмотрене Уголовним кодексом України. І зараз я вам покажу цю статтю. І вот, смотрим, 162-я статтія, називається «Порушення недоторканності житла». І вот, що здесь у нас предусмотрено. Незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення чи інші дії, що порушують недоторканість житла громадян, караються штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на срок до 2 років, або обмеженням волі на срок до 3 років. А дивіться, а ті самі дії, вчинені службовою особою, або із застосуванням насильства, чи погрозою його застосування, караються позбавленням волі на срок від 2 до 5 років. А якщо ми вспомним на видео, що там було, я тебе ногу сломаю, то є ще і угрожали. Ну, собственно говоря, ви самі все видите. Уголовний кодекс прямо предусматриває соответствуючу статтю за эти действия. Посмотрим, буде ли це на практиці, понесуть ли вот ці люди, які заходили в жилье чоловіка, без його согласія на то, понесуть ли вони уголовну ответственность, будем за цим следить. Возможно, дійдет і до цього. Але на сьогоднішній день для себе делаємо однозначний, чіткий ввод. В действуючем законодательстві України, несмотря на то, що в Україні объявлена мобилизация і військове положення, нет ни одного нормативно-правового акта, даже постанови КМУ, которая позволяла бы представителю ТЦК і СП насильно проникати, без согласія собственника жилья, проникати в жилье с любой целью. Ну, вообще никакой цели у них не може быть для проникновения в жилье. Никаких оснований нет. Только в том случае, если представитель ТЦК і СП был уполномочен комендантом, то в этих случаях он не как представитель ТЦК і СП, а как та сама уполноважена особа может проникать в жилье для того, чтобы предотвратить преступления, чтобы спасти человека, чтобы спасти имущество, чтобы задержать преступника. И только в этих случаях. Но вручение повестки и даже если человек в свое время не прибыл по повестке, все равно представители ТЦК і СП не могут проникать в жилье. Там, чтобы задержать, допустим, того человека, который не явился по повестке, или доставить его в ТЦК. Таких полномочий у них нет. На этом все. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал и вы найдете еще больше полезных видео. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.